Ну вот я нахожусь впервые в Ирландии, в Дублине Вышел прогуляться по городу с утра А тут вот встретил Сашу Лапшина И очень удивился Оказывается мы с ним прилетели в один день Ну так получается, что мы по одним и тем же делам Впрочем, у него правда свои дела те же У меня свои те же дела Но в разных местах Наверное сегодня мы вот увидимся А в следующий раз, наверное, мы уже увидимся Когда в Израиле Ну, возможно, да Вот, и мы решили поговорить о делах Сашинах О моих я чуть позже расскажу Наверное, скорее всего, завтра А сегодня вот мы поговорим о Сашинах делах Ведь не зря он здесь Саш, ну рассказывай, что тебя привело сюда, в Ирландию Кстати, какие виды красивые Я вот сейчас покажу сначала Вот хоть крыша Я вижу макушка крепости Это, наверное, Дублиния, да? Ну да, что-то такое И еще начинается дождь Ну, мне повезло Ну, это понятное дело Не попал под дождь Здесь как в Лондоне Сейчас зима дождливая Но эту Дублинию я своим зрителям позже потом покажу Она такая имеет армянские оттенки Вернее, не сама Дублиния А то, что находится под Дублинией Ну, в общем, хорошее место залечено Но в Дублине Ну, хоть не в Брюге, но в Дублине Да А, ну и в кепочке из Детройта Ну, я так понимаю, Вадим В твоих передачах можно быть традиционно в кепочке Обязательно И я же тоже, мне правда не из Детройта Из Колумбии Да Из Колумбии у тебя там сверху Из Колумбии, да Что тебя привело? Ну, собственно, я не в первый раз в Ирландии Я тут был 10 лет назад Путешествовал Ну, а сейчас мне сюда привели не путешествия Меня сюда привели пару встреч Это Human Rights Watch Эмности Правозащитная организация И все это на тему преступления Азербайджана Арцаха Ну, как бы, я встречаюсь не с политиками в данном случае А просто с ребятами, которые работают в правозащитных организациях Я считаю, важно доносить правду до людей в разных странах К сожалению, я разочарован в поведении местной армянской диаспоры Наверное, я сейчас говорю, что это некорректное Наверное, у них какие-то свои там моменты есть Слушай, я разочарован уже лет 5 назад А ты только разочаровался в этом? Ну, я старался всегда думать, что, может, конкретно мне где-то не повезло Но я скажу, вот есть две диаспоры в мире Которые лидируют по абсолютному пофигизму и раздолбайству На первом месте российская диаспора Причем я не хочу их разделять на союз армян, Россия, либо еще что-то Я в них не очень понимаю, я не армянин И кто я такой, чтобы судить? Ну, по пофигизму и по нежеланию помогать, поддерживать И что-то реально делать Причем я говорю не какие-то деньги или что-то такое Я говорю, хотя бы просто контакты Просто контакты, встречи с политиками и какими-то людьми Которые могут как-то, либо хотя бы просто что-то посоветовать Полный ноль Ну, знаешь, своя жопа важнее, чем отношения с Азербайджаном Ну да, конечно, своя жопа важнее А Ирландия держит второе место Значит, местная Армения, абсолютно полный игнор Местный почетный консул Армении Ну, видимо, он занимается только тем, что едет на дипломатических номерах Чтобы штрафы не платить за страховку Ну, я не знаю, чем он еще занимается Ну, и местная диаспора, как бы полный игнор Обычно я, когда приезжаю в такие страны И, значит, я хочу с пользой провести время Не просто сходить в Даблинг Кассел В какой-то музей Я стыкуюсь с местной общиной И, как правило, люди что-то пытаются сделать Иногда это получается, иногда нет То есть, вот самые активные, самые дружелюбные диаспоры Которые мне очень всегда помогали Вы знаете, первое место это Уругвай В Уругвае супер, как мне помогали И с сенаторами, и с депутатами И все И буквально даже поселили То есть, я был удивлен тем, что мне реально поселились в гостинице Это знаешь, наверное, почему? Потому что они дальше всех от этих межармянских дел находятся Ну, наверное, Борис Алиса Они ближе к пингвинам, чем к армянам Ну, да Плюс, соответственно, это же работа еще армянских посольств То есть, какая страна, такое в ней посольство Например, ну, в России посольство армянское это ноль Без палочки Не здесь в России, там в России Да Ты сказал, здесь в России Здесь в России, да Да, было бы тут как В России, не дай бог Вот Поэтому, да В основном все это организую сам Если где-то что-то помогает в каких-то странах Я этому всегда благодарен Я бы хотел выделить, например, дипломатические миссии Армении Там в Афинах В Египте Во Франции В Буэнос-Айресе В США В Бельгии, кстати А вот, блин, Россия и Ирландия Ну, прям по профигизму на первом месте Подожди, а по поводу Англии Там же тоже не все так гладко Вот Вот опять же я скажу Ну, скажи, как есть, скажи, как есть, Саш Потому что Потому что если мы будем чего-то умалчивать Это же так и будет все продолжаться Надо говорить На то она идем Мы же любим демократию Мы же ее хотим Стремимся к ней Вот давай говорить честно Понимаешь, для меня, как человек, который вышел из еврейской семьи Вот эти все вот эти терки Да Вот в эту синагогу я с удовольствием И в эту синагогу я не ногой То есть у армян такая же фигня Абсолютно Что касается Лондона Там есть несколько, один, два, три активиста Реально хороших людей Просто не хочу их имена называть Чтобы не вызвать какие-то терки Да Которые реально мне помогали со встречами Плюс был человек, который помог мне поселиться в гостинице Слушай, мне банально Не было 150 британских фунтов в день платить за гостиницу в центре Лондона То есть я встречался и с Баронессой Кокс И с несколькими депутатами Сирак, по-моему, его зовут Да Как его фамилия, я не помню Да Ну давай без фамилии Я знаю, как его фамилия Не знаю, да Просто если уважаемый Сирак это смотрит Ну достаточно имени Молодец Да, хороший мужик Он мне предлагал тоже помощь Когда я собирался в Лондон Но у меня не срослось и сорвалось Но тебе помог хорошо Да Хотел бы выделить прекрасных девушек Асмик и Наталью из Лондона Которые мне очень-очень помогали со встречами Тоже не хочу указывать все полные данные Это ни к чему Вот Но в остальном Абсолютно полная бездарность Пофигизм Гемнократно обращался в Лондоне Чтобы как-то помогли с контактами Я вот не прошу денег Да Я понимаю, что община Ну может у них денег нет Я не знаю Хотя пишут, что армянская община в Лондоне Одна из богатейших в мире Но видимо у меня Путешественник из Рузакона Видимо они думают, что денег больше, чем у них Ну пофиг Контакты С кем-то связаться Они еще смеются, когда мы Пытаемся сэкономить на ручной кладе Начинаем вытаскивать Личные там какие-то лишние рубашки Трусы Чтобы как можно меньше весила наша ручная кладь Это я говорю о том, чтобы люди понимали Что мы не с миллионами ездим И не столько ради каких-то путешествий Сколько вот именно вот таких дел, о которых ты говоришь Вадим, ты будешь смеяться Я сейчас приехал Получается у меня неделя здесь Значит Лондон Даблин и еще Белфаст будет Значит на неделю у меня 500 евро Ну ты знаешь какие здесь цены Да А когда койка Койка значит в хостеле Там стоит 50-60 евро Только койка в общей комнате Да У тебя сколько кстати стоит? Моя я заплатил А сколько я заплатил У меня сняли? 120 по-моему за две ночи Вот здесь вот А ну да Ну 60 Да кстати у меня тоже хостел Это я сейчас говорю тем, кто нас смотрит Чтобы не думали, что я тут в отеле в каком-то Да, это центр Дублина, но это хостел Да, да Вот кстати мне сейчас звонит приятель Да, я пока на паузу Не, можешь не ставить Да, а хорошо Не, можешь не ставить Вот кстати человек из Украины Вообще к армянству отношения не имеет И он мне здесь помогает Не армяне Давай я отвечу ему Давай Мы сейчас спустимся вниз Там уже приехал этот самый украинец О котором Саша говорит Так, нулевой Нулевой Да Ребята, особенно я обращаюсь к тем армянам Или не армянам, все равно Которые живут на западе В Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде И так далее С Россией понятно Проблемы Но я это по себе сужу Потому что у меня все реквизиты В основном там российские Но у Саши-то У Саши реквизиты не российские У него там есть и PayPal Что у тебя там еще есть? Да, все есть Все есть Заходите на его канал Ну, помогите кто чем может Человек реально Он за армян делает эти дела Поэтому ему самому неудобно Как бы я его понимаю Просить о чем-то Да, но ваши там 10 долларов 20 долларов 100 долларов Как бы, ну не убудет Но это правда Человек ездит Вот в Англии, например В Англии он не поехал По этой же причине Почему он должен Допустим, свои деньги тратить А должен он был там выступить В парламенте английском И он не поехал Потому что его туда Армяне пригласили А оплатить билет Как бы Сами понимаете Не оплатили Если он может еще позволить Где-то там в Англии Остановиться Скажем так В каких-то отелях Хостелах Да То за билеты платить А Англия Это очень дорогая страна За билеты платить Конечно Это нужно делать Уже приглашающей стране В общем, все самое забавное Что в итоге Здесь помогают украинцы Которые вообще Не имеют никакого отношения Это просто мои друзья Путешественники Помогают мне Проводить Украинцы помогают Еврею Встречаться Да Да Ядрен батон Ну в общем Вот как-то так Где наш украинский друг А, это он Подъехал Хорошо Было дело Было дело Было дело Вот вдвоем сейчас едете, да? Да Да Вадим Он известный блогер Но он армянин Он по армянской тематике Ездит по миру Защищает армянские интересы Девятый тревог Антитопор Называется Вот А Витя Путешественник Просто классный человек Коренной одессит Вот А теперь Дублинский бомж А, кстати, это можно снять Можно это снять? Дублинский бомж Почему бомж? Ну, почему? Потому что Ну, все беженцы А, а А я вот здесь Дубли немного Видел таких По-русски говорящих Это не россияне были, да? Это были Ну, это надо подходить То есть больше русской речи Чем ирландская Английская и русская Ну, когда будешь спрашивать Не русский ли они Надо сразу прикрывать Ну, если не угадать Нет, получается Это украинские беженцы Которые в Ирландии И говорят по-русски Получается, что Возможно Мы находимся В Ирландии Здесь говорят Тоже по-английски Кстати, а давай Ты снимем Ну, интересный разговор Ну, так я же про это и сказал Сейчас А ты сейчас снимаешь? Я сейчас снимаю Да Я же на том, что ты снимаешь Я автоматически и снимаю Вот видите, как Я зрителям это сейчас говорю Я так и разу, что сейчас живу в футболке Ну, да Это вот у нас типичная такая разница Климатическая Я помню, когда к вам в Одессу приезжал Еще до известных событий Да, 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 да Я тоже был в чем-то таком Ты был в футболке Вообще просто в футболке А на улице было А на улице было А на улице было И там Черное море Но было вальдар Я помню, там какой-то полон Это был лонжерон, кажется, заходят Да? В лонжероне, кажется И там был такой мол И я шел бы Да, да, да Сегодня очень ветрено Очень ветрено Ветры враждебные имеют над нами, да? Да Ну что, ребят Ладно, тогда вы по своим делам А я тогда по своим делам Так уж получилось, что дела у нас теперь общие Общие, да Но какой у нас интернационал Да Хорошо Сейчас я после вас еще С своими зрителями свяжусь А вам тогда Удачно провести день Как тебе Давай Давай Снимай Сегодня такой прям ужасный ветер В Дублине Ну вот мы попрощались с Сашей Он поехал куда-то на скалы Завтра у него начинаются встречи парламентские и прочие По вопросу Арцаха Я уже говорил Ну и я тоже по тем же вопросам Только немножко в другом ключе По другим делам Вы же наверняка не думаете Что я езжу только рассказывать Про армянские следы в разных странах Ну и у меня тоже бывают Кое-какие встречи Только зачем об этом говорить Так что ребята Помогайте чем можете Саше Я имею ввиду это Западной нашей общине Потому что Он то не президент России И Вы можете На его канале Это все сделать Вот так вот Ну а то что Я нахожусь сейчас здесь в Ирландии Естественно я и расскажу Об этой стране Об армянской общине В этой стране Как она возникла Что тут вообще есть Ну и так далее Но это будет уже в отдельном выпуске Не в этом конечно же выпуске Этот выпуск бы и не вышел бы Если бы я не увидел здесь Саш Так что ждем следующего выпуска До встречи